Загадочное и пугающее явление. Из могил знаменитых людей таинственным образом исчезают их черепа. Осквернению подверглась могила Пушкина. А за полвека до этого череп исчез из могилы Гоголя. Во время исследований знаменитой усыпальницы в Веймаре выяснилось, что череп Шиллера является поддельным. Гроб Гете и вовсе оказался пустым. Могилы Моцарта, Петрарки и легендарного индейского вождя Джеронима объединяет одно. В них отсутствуют черепа захороненных. В 2010 году из музея в Гамбурге был украден череп самого знаменитого немецкого пирата 15 века Клауса Штертебекера. Ученые уверены, за черепами идет охота. Но кому понадобилась эта страшная коллекция? Исследователи говорят о существовании тайного общества, члены которого поставили своей целью собрать в одном месте черепа всех самых влиятельных людей в истории человечества. Они уверены, в этих останках содержится ген, отвечающий за сверхспособности. Ген, доставшийся людям в наследство от древней цивилизации, существовавшей на Земле еще до Великого потопа. Носители этого набора хромосом живут среди нас и сейчас. Сегодня в нашей программе главная тайна человеческого тела и те, кому удалось ее раскрыть. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта и сегодня. Ученые доказали, в наших жилах течет кровь древней цивилизации. Лемурийцы являются предками. Нас. Нашей человеческой расы. Сила притяжения. Исследователи проникли в тайну человеческого магнетизма. Кто из нас знает, кто те резервы у нас скрытые. Состариться за один день. Почему 16-летняя девушка мечтает вернуть себе молодость? Молодая девушка с такой внешностью, как-то не очень-то по себе. Почему тибетские монахи способны летать и обходиться без воды и пищи? Рудименты этих способностей мы и сейчас встречаем у тех, кто способен левитировать. Мутация или венец эволюции. Ученые говорят, таких людей становится все больше. Они вретают шанс на бессмертие. ТАЙНЫ МИРА ЛЮБИ Здравствуйте. С вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления современного мира. Историки бьют тревогу. Захоронение известных деятелей все чаще подвергается вандализму. Шокирующий факт. Из могил крадутся исключительно черепа. Где сейчас находятся черепа Пушкина и Гоголя? Неужели странные коллекционеры интересуются в основном головами тех, кто влиял и продолжает влиять на умы людей? Поклонение человеческой голове является одним из древнейших культов. При раскопках в пещере Офнет в Баварии было обнаружено святилище черепов, относящееся еще к эпохе Мезолита. Историки утверждают, древний культ не просто дожил до наших дней, но и достиг небывалого размаха. Именно его адепты стоят за похищением черепов известных людей по всему миру. Когда в 1931 году было решено перенести прах Гоголя на территорию Новодевичьего монастыря, обнаружилась поразительная вещь. В гробу писателя отсутствовал череп. Кто-то говорит о том, что вообще весь прах был перепутан, там невозможно понять, где руки, где ноги. То есть такое ощущение, что гроб трясли. В одном протоколе сказано, что череп отсутствовал. Информация была тут же засекречена по личному приказу Сталина. Где находится череп известного русского писателя, неизвестно до сих пор. Такой же шок испытали реставраторы могилы Пушкина. Среди останков великого поэта не нашли головы. При тщательном исследовании было установлено, к могиле вели два подкопа. То есть похищение было тщательно подготовлено и спланировано. Изучение показало, что в могилу Пушкина было два проникновения, несанкционированных. То есть это были просто подкопы. Один подкоп неудачный, он нарушил прах его родственников. Второй подкоп был удачен. Прах Пушкина лежит в беспорядке, и череп действительно отсутствует. Ученые уверены, за черепами идет охота по всему миру. Древние останки стали исчезать в середине 20 века. И это, уверены исследователи, не случайно. Ведь именно в это время ученые генетики научились расшифровывать генетический код организмов, погибших тысячи и миллионы лет назад. Исследователи предполагают, черепа великих людей собирались... Старейшее масонское общество студентов Ельского университета Америки носит название «Череп и кости». В своих ритуалах они используют черепа великих людей. Масоны считают, что таким образом обретают их силу. Откуда появился такой ритуал? Почему люди верят, что часть тела другого человека может наделить силы? Сегодня известно. Череп индейского вождя Джеронима похитил из могилы в 1918 году студент Ельского университета Прескотт Буш, дедушка Джорджа Буша-младшего, бывшего президента Соединенных Штатов. Тогда же в Ельском университете возникло тайное масонское общество «Череп и кости». И именно в этот период начинается история превращения семейства Бушей в один из самых могущественных кланов мира. Исследователи утверждают, общество «Череп и кости» обнаружило древний секрет использования черепов великих людей. Головы начинают вещать ту или иную информацию, необходимую заказчикам. Эти головы могут говорить информацию о том, что в данный момент творится в любом конце земного шара на других континентах. Если нужно, под землей, в любом бункере. Почему члены тайного общества охотятся исключительно за черепами гениев? Людей, которые опередили свое время, изменили историю человечества или совершили переворот в науке? Большинство голов, похищаемых из могил, консервируются и находятся на территории Лондона, как в едином центре управления всеми тайными организациями. Секрет гениальности пытались раскрыть еще средневековые алхимики. В 14 веке германские чернокнижники заказывали гробокопателям, необходимый им для исследований материал. За череп известного человека алхимики платили по два золотых гульдена, большие деньги по тем временам. Колдуны заказывали черепа для проведения сеансов черной магии и платили еще больше. Для этого проводится определенная месса, в которой участвует несколько человек. Как раз таки используются чаши или другие ритуальные инструменты из костей и черепа человека. В чашу наливается красное вино, и каждый участник отдает туда капельку своей крови. С древнейших времен люди ищут и хранят останки тех, кто при жизни был наделен особым даром. И верят, что если человек при жизни обладал сверхспособностями, то их часть сохраняется и после смерти. Многие исследователи считают, что современные тайные общества исследуют похищенные черепа, в первую очередь, с научной точки зрения. Они пытаются обнаружить так называемый ген Х. Известна гипотеза о том, что за сверхъестественные способности, а также за гениальность отвечает особый так называемый плавающий ген. Он встречается у одного человека из ста миллионов и уже много веков случайным образом передается от поколения к поколению. Ученые утверждают, этот ген может иметь нечеловеческое происхождение. Откуда он появился на Земле? Смотрите далее. Ген лемурийцев. В чьих жилах течет кровь древней цивилизации? И они в совершенстве владели сверхспособностями. Доисторические великаны не исчезли бесследно. Они ушли дальше, основали цивилизацию Му. Ученые на пороге грандиозного открытия. Рудименты этих способностей мы и сейчас встречаем у тех, кто способен левитировать. Собственное тело всегда представлялось человеку полным таймом. Многие из них еще не раскрыты. У основ этих знаний стоял великий Леонардо да Винчи. Он хотел знать, как устроено тело и как оно работает. Между тем, специалисты, исследовавшие ее записи, уверены, что труды да Винчи по анатомии обогнали его время на сотни лет и в какой-то степени могут помочь нам в понимании человеческого тела и сегодня. Это иллюстрация Леонардо. Книги римского архитектора Марка Витрувия Палеона. Знаменитый витрувианский человек. Считается, рисунок Леонардо несет в себе шифр так называемого «золотого сечения» – внутренней симметрии человеческого тела. На самом деле изображение двух фигур, одна из которых заключена в квадрат, другая в круг, до сих пор не дает покоя исследователям. Если двухмерный рисунок Леонардо представить в трехмерном изображении, станет отчетливо видно – в квадрат вписана мужская фигура, а в круг – женская. Недавно ученые из Франции выдвинули сенсационную версию. Так, за сотни лет до изобретения микроскопа Леонардо символически изобразил мужскую и женскую хромосомы. Более того, угол пересечения конечностей витрувианского человека на рисунке Леонардо да Винчи в точности повторяет угол пересечения двух хромосом. Каким образом сыну крестьянина из маленькой итальянской деревушки Винчи открылись знания, ставшие доступными человечеству лишь в 20 веке? Исследователи расшифровали подписи Леонардо к рисунку витрувианского человека. На полях иллюстрации он делал свои собственные наблюдения относительно функционирования внутренних органов человека. Его вывод – сверхспособности человеческого организма зависят от нас самих. Леонардо да Винчи – одна из самых загадочных личностей в истории цивилизации. Личность, которая прозревала, которая, условно говоря, видела далеко вперед. Первые полгода жизни дети умеют плавать. Благодаря рефлексу, который до сих пор ставит ученых в тупик. Одна из мышц горла перекрывает доступ воды в легкие. Исследователи считают – это наследие, доставшееся нам от древних предков. Развиваясь, мы быстро утрачиваем эту способность. Действительно, при рождении у человека есть уникальные органы восприятия. Новорожденный ребенок видит гораздо больше, чем взрослый человек. У эмбриона человека двухмесячного, у него формируется третий глаз, реальный третий глаз, который связан с сетчаткой, с хрусталиком, с радужкой. Но что происходит с организмом по мере его взросления? Куда исчезают сверхвозможности, заложенные в человеке от рождения? И как развить в себе способности, которые даны лишь избранным? В октябре 2012 года люди во всем мире наблюдали, как австриец Феликс Баумгартнер поставил мировой рекорд. Спортсмен поместился в капсуле, прикрепленной к гигантскому воздушному шару. Шар поднялся на высоту 39 километров и вошел в стратосферу. Тогда капсула раскрылась, и Баумгартнер прыгнул с парашютом, намереваясь раскрыть его у самой поверхности Земли. Свободное падение длилось 4 минуты и 20 секунд. Большую часть этого времени Феликс провел без воздуха. Его тело неслось к земле со скоростью звука. У него могли лопнуть глаза и кровеносные сосуды, но бывший военный парашютист остался цел и невредим. Это было потрясающе. Невозможно передать словами. Я как будто нырнул в океан, и на мгновение даже потерял ориентацию. Но в конце концов справился. Некоторые исследователи выдвигают невероятную версию. Сверхвозможности человеческого тела – ничто иное, как атовизм. Люди Икс, сами того не подозревая, обладают способностями представителей одной из древних цивилизаций. Согласно индийским священным книгам Ведам, миллионы лет назад в Тихом океане существовал огромный континент – Лемурия. Его жители имели рост более семи метров и жили до тысячи лет. Способности лемурийцев были поразительными. Они обладали предвидением, владели телепатией, могли левитировать, перемещаться в пространстве. Лемурийцы являются предками нас, нашей человеческой расы. И они в совершенстве владели сверхспособностями. То есть способностями читать мысли человека, способности к телепатии, способности выходить из физического тела в тонком, способностью видеть будущее. Изначально исполины имели четыре руки, а на затылке располагался третий глаз, который мог видеть тонкие энергии. У современного человека он стал называться эпифизом. Рудименты этих способностей мы и сейчас встречаем. У тех, кто способен левитировать, у тех, кто обладает сверхчувствием, предчувствием, у тех, кто обладает сверхвидением, ясновидением. По одной из версий, древний континент, сотрясаясь от землетрясений и подземных огней, стал дробиться во многих местах на отдельные острова. Эти острова исчезали один за другим. Некоторым лемурийцам удалось спастись и доплыть до чужих земель. Лемурия опять испытала некий катаклизм и погибла. Они ушли дальше, основали цивилизацию Му, потом Атлантиду. Так может быть, заложенный в человеке сверхвозможностей это генетический код, переданный нам древними лемурийцами. Кто из нас знает, какие резервы у нас скрыты? Насколько каждый из нас имеет возможность запустить вот эту программу подсознания? И как ее запустить? Мы, врачи, только сейчас приближаемся к этому уровню. Мы начинаем понимать значение этих функций. Смотрите далее. Соревнования летающих йогов. Может ли человек левитировать? Они могут из тела в тело переходить усилим воли. Эксперименты во имя бессмертия. Из капельки воды получать столько калорий, сколько из килограммового куска мяса. Как выжить без еды, воды и воздуха? Он весит всего 8 килограмм. У него сохранили все органы абсолютно, все нормально, только сжато, нет воды. Считается, что настоящие йоги могут жить столько, сколько они сами себе отмерили. Регулярные занятия йогой замедляют процессы старения или даже вообще прекращают их. Ходят слухи о мудрецах, которые живут в Индии уже тысячелетия. Кто знает, какие тайны хранят в себе древние, как мир, асны. Может быть, в них зашифрован код правил для всего человечества. Одной из чудесных способностей, достигаемых в результате физических и духовных практик, является левитация, умение преодолевать силу земного притяжения. В горах Тибета существуют монастыри, послушники которых умеют летать. Входя в транс, монахи поднимаются над землей. Они выдают шанс на бессмертие. Они могут из тела в тело переходить усилим воли. Они могут умереть, и их я не распадется, а сохранят память о предыдущей жизни. Это дает очень большое могущество. Первые соревнования летающих йогов прошли в Вашингтоне в 1986 году. Участники, сидевшие в позе лотоса, должны были преодолеть все законы природы и воспарить без помощи механизмов. Победитель поднялся на высоту 62 сантиметра и пролетел 2 метра над землей. Что касается же левитации, то это связано с полярностью. Вот правая рука плюс, левая минус. Тыльная сторона плюс, внутренняя сторона минус. Лоб плюс, затылок минус. И даже некоторые йоги могут ходить по воде и левитировать. Это связано с изменением полярности. Это уже отвечает за это мозг. В медитации отключается сознание. Мозг перестает воспринимать окружающий мир и переключается исключительно на собственный духовный ресурс. И тогда открываются все его возможности, закрытые для обычного человека. Этих возможностей до конца не знает никто. Способности обходиться без еды и не меняться десятилетиями лишь некоторые из них. В 2004 году в пещере в Гималаях обнаружили высохшее тело ламы Санг-Хаттензина. Анализ показал возраст мумии 500 лет. Я видел настоятеля одного из монастырей во Вьетнаме, недалеко от Ханое. Тут тоже сидит порядка 150 лет. Он весит всего 8 килограмм. При эллигинограмме у него сохранились все органы абсолютно, все нормально, только сжато. Нет воды. Это естественная консервация. Это состояние естественной консервации в буддизме и индуизме называют самадхи. Человек входит в глубокий транс. Его тело перестает зависеть от времени. Оно может жить без пищи и воды. В следствии сильных духовных практик тантрических достигается такое телосовершенство, именно нетленность. В буддийских практиках это происходит через медитацию. Этот человек известен далеко за пределами Индии. Бывший военный летчик Маха-Йог, пилот Бабаджи, не раз погружался в состояние самадхи. «Самадхи может освободить вас. Мне не нужна ни еда, ни питье. Я должен быть чистым». Пилот Бабаджи подвергал свое тело различным испытаниям. Голодал пять месяцев, медитировал при минус тридцати. Он входил в состояние самадхи, находясь в закрытом контейнере, наполненном водой в течение шести дней. А это очередное испытание для йога. Стеклянный куб, в который не поступает воздух. Здесь он провел 33 дня без воды и еды. Через определенное трансовое состояние можно урегулировать взаимосвязи в организме и не есть. Получать энергию из, скажем так, окружающей среды или из капельки воды получать столько калорий, сколько из килограммового куска мяса. Феномен самадхи давно изучается, но биологи пока лишь выдвигают версии, чем питается организм и за счет чего сохраняется тело. Оказывается, в таком состоянии эффекта аминокислоты от распавшихся клеток таинственным образом собираются опять в желудки и повторно усваиваются человеком. То есть он питается клетками собственного тела, ничто не идет на отброс. Удивительные возможности демонстрируют йоги разных школ, ежегодно собирающиеся на фестиваль Тапасья в Таиланде. Участники поливают себя кипящим маслом, поднимаются на лестницу из лезвий, протыкают гвоздями щеки и язык. Ходят по раскаленным углям. Так что же на самом деле представляют собой люди Икс? Кто запустил в них механизм развития сверхспособностей? И какие процессы, происходящие в организме, делают человека неуязвимым, заставляют не чувствовать боль, обходиться без кислорода и пищи? Наше тело – настоящий аккумулятор. Внутри клетки содержится раствор электролита. Нервы – километры биопроводов. А сердце очень похоже на систему зажигания в автомобиле. И представьте, если в этой слаженной электрической цепи что-то замкнет, организм обязательно отреагирует. Значит ли это, что каждый человек при определенных условиях способен на проявление феноменальных способностей? Или это удел избранных? И кто они, эти избранные? Смотрите далее. Магнитные аномалии. В чем секрет людей, умеющих притягивать к себе различные предметы? Тогда все предметы прилипают к телу, там, тюди и прочее. Бегущий человек. Почему он не чувствует усталости? Я могу бежать бесконечно. Она понимает язык животных. Как дельфин вернул зрение десятилетней девочке? Я сидела, мне мама глаз прикрыла, я щелочку увидела. На теле человека находятся семь чакр. Чакры – это скрытые каналы, через которые возможно получать и передавать энергию. Индийские йоги считают, сев в определенную позу, можно приобщиться к великому знанию и достичь просветления. Как минимум один человек, севший в позу лотоса, просветления достиг. Этим человеком был Будда. Чакра в буквальном переводе с санскрита означает круг, колесо или диск. Индуисты уверены, что у каждого человека есть семь чакр. Это скопление нервных окончаний на разных участках тела. Расположены они у основания позвоночника, у солнечного сплетения, в районе сердца, горла и головы. Что такое чакра, по сути дела? Это место, это узел. Это узел, куда, где сходятся разные энергии. Ну, как бы это, как, не знаю, перекресток. Йоги считают, что во время медитации чакры раскрываются, а в человеке пробуждаются сверхспособности. Ясновидение, телепатия, телекинез – все эти феноменальные возможности человека можно объяснить с точки зрения физиологии. Как только вы научитесь правильно управлять, вы сможете сознательно развивать и продвигать какие-то способности, связанные с чакрами. Например, третий глаз. Например, связь с космосом. Таким образом вы сможете, в общем-то, получить сверхспособности, которые, может быть, недоступны многим обычным людям. За 800 лет до нашей эры такие знания уже были доступны индийским брахманам. Первые письменные упоминания о чакрах встречаются в священных индийских текстах Упанишадах. Но задолго до возникновения древних манускриптов на санскрите это учение наверняка передавалось в устной форме. Сколько же ему лет? И могло ли оно прийти в Индию от еще более древней цивилизации, из эпохи лемурийцев, континент которых как раз и находился в Индийском океане? Это жизненная сила, это то, что творит наше тело, то, что творит нашу жизненную деятельность. То есть есть тело физическое, банальное, сотканное из клеток, а есть что-то, что заставляет нас двигаться. Экстрасенс Виктория Железнова говорит, что чакры похожи на вращающиеся воронки. Через них наше тело сообщается со вселенским энергетическим полем. Люди, обладающие сверхспособностями, могут осознанно или неосознанно управлять энергией чакр. Например, во время сеансов экстрасенсы часто ощущают тепло и покалывание в ладонях. Экстрасенс способен увидеть цвет, который создают чакры. Некоторые могут ощутить энергетический поток руками от каждой из чакр и таким образом понять, какие чакры заблокированы. В конце 20 века, как эпидемия по планете, распространилась загадочная болезнь. Люди внезапно обнаруживали у себя способность притягивать к себе различные предметы. Исследователи доказали, магнитное поле, создаваемое этими людьми, превышает поле обычного человека в 70-80 раз. Возможно, так проявил себя древний ген лемурийцев. Ведь такими способностями обладали и представители исчезнувшей цивилизации. Есть такое понятие – ионный ток. Некоторые люди могут создавать такие условия, при которых поток этих ионов, аэроионов, легких частиц, электрически заряженных частиц, идет внутрь. И тогда все предметы прилипают к телу, там, утюги и прочее. Дин Карназис из Калифорнии может без остановки преодолевать тысячи километров. Сверхмарафонец занесен в книгу рекордов Гиннесса. Его забег никому не удалось повторить. Я не чувствую усталости. Наоборот, чем больше я бегу, тем лучше себя чувствую. Я могу бежать бесконечно. Но являются ли способности Дина сверхъестественными? Известный факт – при увеличении физических нагрузок в мышцах человека выделяется молочная кислота. Чем больше ее, тем быстрее мышцы устают, возникает дискомфорт. Ученые провели обследование бегущего человека и выяснили – уровень молочной кислоты в крови Дина не повышается. Организм не накапливает продукты распада. Поэтому Дин, по сути, может бежать сколько захочет. Хоть всю жизнь. Опытные йоги, скорее всего, сказали бы, что у Дина самопроизвольно открылась третья чакра Манипура. Она находится в районе живота и отвечает за выносливость и контроль над телом. Это высокая, но не высшая ступень древней мудрости. Иногда обычные люди спонтанно открывают то, ради чего йоги погружаются в медитацию на десятки лет. Чакру Аджна или третий глаз. Она помогает развить интуицию. У кого она сильно развита, эта чакра очень хорошо раскрыта. То есть у всех ясновидящих, экстрасенсов эта чакра очень хорошо работает. Многие исследователи уверены, что третий глаз – это вполне возможное физиологическое явление. Ведь когда-то предшественники человеческой цивилизации могли видеть и материальный, и духовный мир. У современного человека тоже есть особый орган, отвечающий за интуицию и ясновидение. Эпифис или шишковидная железа, как считается, выделяет особые гормоны, которые стимулируют паранормальные способности. Толчком к развитию загадочных способностей может стать даже врожденное заболевание. В медицине известны тысячи таких случаев. Яне Мазурок из города Кемерово 10 лет. Еще в роддоме мама заметила – ребенок не реагирует на свет. Диагноз звучал как приговор. Когда она была маленькая, заболевание, от этого сказали, атрофия зрительных нервов. Ребенок не ходит и не видит. Это самое страшное в жизни. Когда Яне было восемь, родители отвезли ее в Крым. Там она впервые попала в дельфинарий. Неожиданно один из дельфинов подплыл прямо к слепой девочке и издал пронзительный звук, словно пытаясь что-то сказать. Еще большим удивлением для родителей Яны стало то, что их дочь нагнулась и что-то прошептала дельфину в ответ. Так Яна подружилась с Яном. Именно так звали дельфина. А потом я спустилась в воду, и когда начала его гладить, когда он прислонился ко мне, у меня опять начали какие-то шнуры вытягивать. Как будто кто-то мои шнуры прям чанит из головы. Какие-то длинные, как бы длинные шнуры, прям очень длинные. Десятилетняя девочка утверждает, что она понимает язык дельфинов. Сразу после первого знакомства с Яном она сказала родителям, он такой же, как я. И действительно, позже выяснилось, дельфин плохо видит. Несколько лет назад он серьезно повредил правый глаз. Я обнимаю его. На пламучке вот его держи. Ниже пламучкой. Но самое удивительное, после общения с дельфином девочка с атрофией зрительных нервов начала видеть. Головные боли, которые возникали у Яны, как следствие гидроцефалии, водянки головного мозга прекратились. Вот у меня вообще правый глаз не видел. А я сейчас щелочку даже в машине. Я сидела, мне мама глаз прикрыла, я щелочку увидела. Когда мы приехали домой после лечения, мы обратили внимание, что наш ребенок стал видеть. Различают цвет красный, желтый, зеленый, синий. Врачи, наблюдающие Яну, пытаются объяснить подобный феномен с научной точки зрения. И мы смотрели, что мозг Яны на сеансах, он не безмолвствует, он не бездействует. Мало того, что у нее была колоссальная мотивация к выздоровлению, одновременно на нее шел поток настолько новых и мощных сенсорных таких ощущений сенсорных болей. Энцефалограмма показывает, в отдельных участках мозга Яны, пораженных болезнью, происходят изменения. Но самое невероятное, начинают активно работать зоны, отвечающие за интуицию и ясновидение. А именно шишковидная железа или эпифис, тот самый орган, который еще древние называли третьим глазом. Поэтому, когда отключаются у человека глаза, в силу разных причин, то компенсаторно развиваются зрительные ядра вот этих подкорковых структур. Поэтому, в общем-то, это очень, так сказать, вполне объяснимо, что не действуют глаза, начинают действовать сверхспособности. Смотрите далее. Одним они приносят стремительную старость. Молодая девушка с такой гнешностью, как-то не очень-то по себе. А другим вечную юность. Гены смерти и бессмертия. Ученые на пороге величайшего открытия. В этом состоянии организм начинает работать под совершенно другим схемам и законам. Для того, чтобы жить, ей нужно есть каждые 15 минут. О чем мечтает самая худая женщина в мире? Рост девушки 152 сантиметра, при этом весит она 25 килограммов и все время худеет. Новую болезнь старения за несколько секунд предсказала Ванга. По ее словам, эта эпидемия охватит весь мир, подобно чуме и спиду. Небольшой дефект в ДНК, ошибка в строении генетического кода, и ребенок превращается в старичка. На сегодняшний день в мире около 60 человек страдают синдромом преждевременного старения. Один год их жизни равен 10 годам жизни обычного человека. 17-летняя Катя Неженцева перенесла несколько пластических операций. Не для того, чтобы стать красивее, а для того, чтобы стать моложе. Катя родилась с редким неизлечимым заболеванием, синдромом преждевременного старения. Конечно, да, это хотелось как бы изменить свою внешность, потому что как это так? Я у тебя молодая девушка с такой внешностью как-то не очень-то по себе. Это детские фотографии Кати. Уже в трехлетнем возрасте ее лицо было покрыто морщинами. Оскорбляли, допустим. Это, конечно, было больно. То есть сначала это было, почему я, почему у меня так, а потом просто люди привыкли, может быть, ко мне. Просто не стало потом на некоторых обращать внимания, зачем. Обычно у больных прогирией страдает весь организм, который начинают разрушать старческие болезни, не оставляя людям шанса дожить даже до совершеннолетия. Это сопровождается изменением внутренних органов. Развивается у них выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ну и так далее. Так как была запущена система патологического старения, то вот смерть наступает в относительном молодом возрасте. Но у Кати стареет только лицо, а тело и внутренние органы соответствуют ее реальному возрасту. У меня чисто отразилось это на лице, то у меня нет никаких изменений, то есть у меня не идет в худшую сторону, у меня не идет в лучшую сторону. Делали пластическую операцию, и оно как вот есть, как сделали так, оно и вот остается. А это Нуржан из Казахстана. Ему всего 20 лет, но выглядит он гораздо старше своих сверстников. Изменения в организме произошли в пятилетнем возрасте. Буквально за несколько месяцев мальчик превратился в старика. Ученые считают, что причина подобных аномалий может скрываться в ДНК, содержащий весь набор генов человека и отвечающий за их хранение и передачу из поколения в поколение. Однако российским биофизикам и молекулярным биологам Петром Горяевым и его коллегами недавно было сделано сенсационное открытие. ДНК можно изменить. Более того, исследователи приблизились к разгадке феноменов ясновидения и гипноза. Продолжая изучать функции ДНК, человечество сможет развивать в себе удивительные способности. Разумеется, прежде всего способность предвидения. То есть человек должен просто научиться предчувствовать, разбудить в себе эти силы. В результате исследований было установлено, что наша ДНК хранит не только генетическую информацию. Ученые выяснили, эти молекулы каким-то загадочным образом могут откликаться на окружающую среду. Например, на звуковые вибрации. Это научно объясняет, почему психологические установки и гипноз могут оказывать сильное воздействие на людей и их тела. И мы говорим, мир вот такой, как он есть, вот как мы увидим. Да нет, мир другой. Просто наши пять органов чувств дают нам информацию только об этом. Геннадий Гончаров доказал всему миру силу человеческих возможностей, взяв гран-при на всемирном конкурсе гипнотизеров в Токио. Он ввел взрослого японца в физическое состояние ребенка 5-6 лет. Это было доказано специальными приборами, фиксирующими работу сердца, давление, деятельность мозга, пульс. Под гипнозом я делал такие эксперименты. Внушал человеку в состояние глубокого гипноза. Ему внушал, что он в космосе находится в невесомости. И тогда у него там непроизвольно поднимались руки, ноги. То есть он так парил, как бы зависал. И специально приносили весы. И он, допустим, весил 70 килограмм, весы показывали 30 или 40, примерно. То есть изменялась действительно вот эта масса. Аномалии человеческого тела не поддаются объяснению. Необычное заболевание 21-летней американки Лизи Веласкес поставило в тупик медиков всего мира. Рост девушки 152 сантиметра. При этом весит она 25 килограммов. И все время худеет. В своем романе «Худеющий» Стивен Кинг объяснил неконтролируемую потерю веса цыганским проклятием. Научного же объяснению этому явлению не существует. Необычное заболевание американки, ничего общего не имеющее с анорексией, поставило в тупик медиков всего мира. Лизи ест до 60 раз в день. Но в ее организме полностью отсутствует жир. Особенность метаболизма вынуждает ее принимать пищу каждые 15 минут. Иначе Лизи попросту умрет. В этом состоянии организм начинает работать по совершенно другим схемам и законам. То есть по законам, которые не сочетаются с нормальной физиологией. Несмотря на это, Лизи Веласкес учится в университете и хочет стать учителем. Она имеет свой сайт в интернете, уже написала книгу о себе и постоянно отправляет видеообращения к своим поклонникам, которых у нее немало. Да, я не такая, как все, но это не мешает мне жить полноценной жизнью. Цените, что имеете. Почему же все-таки человеческое тело ведет себя настолько по-разному? Неужели гены наших древних предков-лемурийцев дошли до каждого человека в разном объеме? Но с точки зрения генетики это невозможно. Человеческий вид имеет единый набор хромосом. Может быть, дело в том, что эволюция продолжается. И сейчас на основе человеческой расы вырастает новая, шестая раса. Сверхчеловеческая. Почему же ученые, раскрывшие многие тайны мира, не могут до конца понять загадку человеческого тела, его потенциал и возможности? Это означает лишь одно. Впереди у нас еще много открытий, за которыми не нужно летать в космос и опускаться на дно океана. Ведь самая главная тайна Вселенной – это сам человек. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Субтитры создавал DimaTorzok